Завязываем уже с музыкой, всех приветствую ещё раз, сейчас вам поприветствует ещё один мой товарищ, мы сейчас ему наберём, где он там? Чё-то у меня звонилка сломалась, или не сломалась, орё? Доброго времени суток всем! А вот он и товарищ, как дела? Всё отлично, я выспался в поезде после битвы четырёх, так что я в порядке. Москва неплохо, дорожает, народ принял отлично, проведение само мне тоже очень понравилось, спасибо всем, кто пришёл, всем, кто организовал, ну и всем, кто смотрел онлайн. Я вижу, что все грешат на ведущего, но, дорогие друзья, это первый опыт в дотасфере, не надо его гнобить. Согласен, что он перебарщивал немного с аплодисментами и прочим, но в остальном, в принципе, роль ведущего, забить эфир между играми, он справился с этим. Так, я, походу, что-то пропустил, какие-то ведущие, что-то произошло, видимо, у вас. Ты не смотрел вчера битвы четырёх? Я смотрел ваш трансляцию, только я не смотрел, когда ведущий, перемены, я уходил. Ну вот видишь, кто-то не уходил. А, и он, короче, не очень, да, типа? Ну, не шарит человек в доте, чего вы винить, не всем же ведущим надо шарить в доте. Ну, такое. Хотя, с другой стороны, ты вроде бы ведущий турнира по доте и как-то надо, наверное. Он, скорее, ведущий турниром по доте был Вилат, а он был, ну, знаешь, развлекать народ между играми, скажем так. Ну, я понял, как Техлапси, типа, да, парнишки стояли, тоже там народ развлекали, типа таких. Да, типа того, он там задавал наводящие вопросы, пытался брать какие-то мини-интервью игроков и так далее. У нас есть дилей какой-то на стриме или нет? Да, да, есть дилей. Полторы минутки там, по-моему, получается в сумме. Вот. Так, ладно, ну мы, в общем-то, врываемся на Китай, точнее, на китайскую квалификацию. На, собственно, стар серию девятого сезона. У нас вторая карта в первом же матче, N.E. Gaming против Kiss Game. Ты смотрел первую карту? Урывками, скажем так. Вроде как в начале я зашел и думал, что катка будет вообще 15-минутной, там какое-то лихое доминирование было. А потом, в следующий раз уже, когда обновил, было 14-14, я понял, что тут нифига все быстро не закончится. Да-да, надолго. Ну, в общем-то, Kiss Game проиграли. N.E. Gaming пока ведут 1-0, но вот у нас вторая карта. Будем смотреть сейчас, что здесь будет происходить. Бэтрайдер Нага Сирена. Интересно, это китайская Нага Сирена фармила или же все-таки с упортом ее продолжают юзать частенько? А вот мы сейчас все знаем. Вчера она была чаще с упортом, чем кем-либо. Давайте похлопаем. Да, это ключевая фраза вчера была. Давайте поаплодируем и давайте похлопаем. Ты когда-то пропустился конкурс, я прощаюсь к друзьям. Ну да, я не смотрел, мне как бы интересно, только игры были. Да, это нормально, да. Но есть люди, которые просто валяются на диване, включена трансляция, и им приходится видеть все это. Но ждать чего-либо вообще ведущего интересного достаточно трудно. Например, на Старладере там разыгрываются какие-то ништяки и так далее. Там все настроено на LAN-публику, которая сидит внутри, для них все и разыгрывается. Аналитики как таковой не было, попытались заюзать нас с Вилатом. Но если нас с Вилатом аналитики, я даже не знаю, с чем сравнить. Нет такого сравнения, чтобы подошло сейчас. Так вам, мы же в Москве, а у нас был с умой, с Дреда там, потому что они все рядом. Дред проснулся, когда LAN закончился. А, ну да, у него же тоже свой режим. Понятно все с вами. Так, что у нас там происходит? Клокверк, Рубик, Винрейнджер, УМЕ Гейминг. Там у нас вторая стадия пиков уже пошла. Ну, интересная задумка Луки с геймкой. Это Нэдж с Профит, сейчас улетает третьим пиком. Я не знаю, что они тут придумали. Но пик уже очень интересен. Ну, суть всего, Бэтрайдер отправится в мид. Значит, Фурион либо один на один будет стоять против Клокверка, что сейчас частенько юзуется. Только через сапог придется с визами играть фастовой. А вот с Ларкой я тут не понимаю. Ну, скорее всего, это мейнкерри. Получается так, да? Куда же его еще ставить-то? Хотя вчера Клок отлично показался на миде. Алеша Соло вчера объяснил всем, что Клокверк с мида может творить чудеса и изи. Ну, кстати, Клокверк против Бэтрайдера неплохо в миде стоит, на самом деле. Это своими когами не пускает к себе. Вроде норм. Вчера против Фуды отстоял очень даже. Ну, короче, Клокверк очень сильный. Может быть, только в руках Соло посмотрим. Может быть, и в руках китайцев он тоже не очень. Тоже, точнее, очень. Так, ну и ласт пик у нас здесь от Кизгейм. Посмотрим, что возьмет себе Джун. Ну, да, в банах видим Нюкс, Инвокер, минус Мирана, минус Найкс. Виномайсер, Алхимик, ЦМК и Висаджа забанили игроки из Кизгейм. Ну, больше так избавились от суппортов. Да, если учитывая, что Алхимик тоже с суппортом в последнее время часто играет, то, скорее, у всех вообще суппортов выбрали возможных. Вчера, кстати, на лане больше по керри бомбили, чем по суппортам. Ну, все равно, НЕ Гейминг нашли суппортов. Вот Робика взяли уже. Что ж это есть? Он будет силен. Верка, скорее всего, тоже будет роль суппорта выполнять. Хотя, может отправиться и в мид куда-нибудь. Лина заезжает. Воу-воу. Ну, это очень интересно. Ну, я пока не совсем понимаю, как же будут располагаться линии, вообще, чем будут заниматься команды с таким пиком. Скорее всего, здесь Нага еще может быть или стать мейн керри. То есть, если у вас пиком появится последний саппорт, то Нага, глядишь, Радик, Диффуза, все дела. А может быть Нага соло-мид? Лайк Артизи. Ну, лайк Артизи кто угодно может быть соло-мид. У Артизи нет такого понятия, наверное, саппорт, там, керри и так далее. Ага, еще и Лондруид. Вот это вообще интересно. Ну, пушить собрались, походу, жестко так. Непонятно пока. Куда он пойдет, тоже не ясно. Тогда вместо Лины можно было какую-то инчу взять. Или еще что-то. Просто, да, Лондруид с Фурионом неплохой пуш-потенциал, а остальные не особо вписываются. Так, ну, поглядим, в общем-то, ребята сделали свой выбор. Там Драгонайт ласт пиком заехал от НЕ. Для Шики в соло, как я понимаю. Значит, ну, Клукверк на сложный пойдет, и Трипла будет у нас Винренджер, Рубик и вот. Последний, кто там был керри? Сларк. Да, Сларк. Ну, Сларк, на самом деле, такой себе керри, которому надо очень много времени, чтобы выформить нужное. Ну, а если прыгать, убивать, что-то, тогда нормально пойдет. Тем более, раз триплее, тем более, суппорты там рейнджевые с хорошей инициацией, и телекинез там, и шиклшот. Так что, думаю, может и заехать. Лишь бы они не проиграли свою линию. Ну, вот очень интересно будет смотреть, как у нас команда Кизгейм будет расставлять свои линии сейчас. Что они все собираются делать. А пока у нас пауза. Ну, вроде написали уже голо, не знаю, все, ждут реакции противника. Вчера я считал стовочку себе нахабатил нормальную от Рокс Киз. Надавил Брюсу на... А, я этот момент видел. И нам с Вятым быстренько подогнали по толстовке. Теперь у меня есть полная форма. Ну, и странно, кстати. Я видел твое интервью, когда ты был в футболке God Hunt, когда еще попоят бланку, наверное, в 2012 году. Не, ну, футболка у меня была, но толстовок на тот момент вообще у Роксов еще не было. Они только недавно запустили их производство и их продажу. Ну, сейчас модно стали худые. Все худые, да, толстовочки. Да, очень заезжают неплохо. Так, ну что мы видим-то? Вниз побежали. У нас тут Медведь, Нага, Лина, вся эта атака с бутрайдером. Вот особо нечем цеплять. Если только Нага сетку промаксит, там рейндж неплохой и сможет зацепить через там Лины. Ну, собственно, с тычки никакой не будет. Ну да, просто пробежались. Тут есть ли варды? Да, есть варды у Клокверка, так что заблочить надо будет спаун, и все будет неплохо. Ну, бутрайдер пойдет в соло-мид позицию. Тут через фаст боттл и дальше в даггер. Вот и будет, у нас кто будет инициировать, например. Ну, а снизу трипла. Стоять, она будет против Дабле, я так понимаю? Тут будет Клокверк плюс ВРК, или ВРК сейчас все же сместится на топ? ВРК суппортит пока, какие-то варды, видимо, собирается ставить. Вот у нее один сентри остался. Ну, не знаю, чем она будет заниматься. Наверное, все-таки триплой пойдет на топ. Хотя и Клокверку, в принципе, тоже помочь можно. С другой стороны, как винрейджа, может помочь Клокверку здесь. Что она вообще будет делать? Клокверк просто пока стоит под тавером и пускает ракетки, все. Посмотрим. Тут вот говорят, что Нага имеет большой пуш-потенциал. Вначале у Наги пуш-потенциал очень слабенький, потому что ее иллюзии рассыпятся от одной ракетки Клокверка седьмого уровня. Причем изи. Не самый лучший герой, который может пушить. Так, ну тут в миде демон активно уже начинает бить крипов через Firefly в первом уровне. Очень интересно. Ну, Шики, видимо, знал, против кого он идет. То есть он предварительно купил себе сразу стики и, ну, готов-готов был, чтобы будет стоять против Батрайдера. Да, стики ему жизнь облегчат очень сильно. Постоянно будет ман и на Братфайр, и под регенцию. Ну, и сейчас прокачать Драгонбут, да, намного проще ему стоять будет. Батрайдер будет меньше проблем гораздо создавать. Вот единственное, что мне нравится, мобильность теряется у героя, как только стоишь против Батрайдера. Не развернуться, не повернуться. Ужас просто. Такой слоу. Уже пять стаков накидали ему. Нет, ну, у меня особо он парится. Ну, стаки, стаки, окей. Братфайр все равно у него есть. Ему главный левел получить, а потом уже и Батрайдер сам будет в шоке от Братфайра третьего уровня. Да, у Батрайдера нет такого регена, как у ДК. Грызаться особо ему тоже там нечем тяжеловато. Будет ему в миде, как ДК получит пятый, седьмой уровень. Ну, это очень интересно. Все равно Винрейджер все-таки осталась на сложной линии. Клокверку якобы помогать. Ну, она просто ворует экспу, на мой взгляд, сейчас. И тут вроде с суппорта теперь уже выступает Клокверк. Потому что Винрейджер издалека может фармить. А вот Клокверк подойти крипам не может. В любом случае, я не вижу профита из этой даблы сейчас. Лучше, потому что один герой остался. А Винрейджер занимался чем-то полезным. Хотя бы мидеры гонял или на топлее не помогало как-то. Нормальная связка. Клок будет закрывать в хоге или нет? А если там получает от Лины... И сейчас будет умирать, по-моему, нет? Да, Клок, скорее всего, погибнет. Кто первый, кто первый? А, Лина умерла. И Клокверк, так его тоже должен умереть. Работает, потрясал, но... Такий Джун приговорил. Сеточка тут нет. Ваерочка в Виндран подрубает и спокойненько уходит. Но, на самом деле, ФБ забрали. Это очень даже неплохо, потому что стоят они против треплы. Ну да. Получилось нато. Ну и, оказывается, теперь эта дабла оправдывается. Стоял бы один Клокверк, понятное дело, фраг бы сделать не смог. Здесь, с другой стороны, Клокверк очень рисковал. Такой идя в размен. Там батареосал по-другому бы работали. Сработали пару раз, там, почаще на Медведей. Тогда бы Лина не умерла. Возможно, и первый Клокверк бы отъехал. Ну, такие тоже варианты. В общем, проперло здесь НЕ. И что же тут сказать. Фрозбат, они зарабатывают. А кто первую забрал? ФБ? Не-не-не, вообще катку. А, так выиграли эти НЕ. НЕ, да? Угу. Понятно. Так что у нас опять тычка. Ну, там Коги, ВРК не стала рисковать. На самом деле, Медведь пока третьего уровня. Корней нет. Поэтому особо бояться нечего. Ну, лишние тычки, конечно, получать не хочется. Потому что деревяшки у него кончились. И отжираться, кроме стиков. И в Ласке больше нечем. Сларк пытался тут на топе синициировать время нерест профита. Прямо же глубоко за тавор зашел. Ну, гоняет очень сильно этого профита. Не дает им вообще ничего сделать. Ну, кстати, тут большой минус. То, что вот так вот Медведь стоит с треплой. И он здесь экспы недополучает. Медведь сам по себе жутким не становится. Очень быстро. Я так смотрю, он купил сапог. То есть это не будет фаст Мидоса. По экспе он догнаться не сможет. Фурион, кстати, более-менее еще себя чувствует. Третья минута. Есть у него третий уровень. Да, по фарму, конечно, просаживает. Всего пять крипов. Ну, у Наги ноль. У Лины тоже ноль. ВР-ка семь денаев. Ну вот, нормально. Все портит же. Так, вот связка прошла. Ой, хорошо-то как. Ну и что? Вот проблема в том, что промазать там по когам невозможно. Мишка-то еще достаточно живет. Там еще и ВРБ в винном. Замедление жуткое под ЗЗшкой. ЗЗшка пытается догнать. Батаря осталась, успевает сделать фраг снова первым. Да ладно. Сам, конечно, умирает, но снова первым фраг делает. Их спу получает очень много. Это здорово. Важно, что он забирает еще Медведя. А Медведь здесь основной упор. Опять же, Дабла против Триплы разменивается. Ну да. В равный плюс. При том, что на топе их ребята Фуриону вообще никаких шансов не дают. Поэтому, я считаю, что задумка реализовалась и очень даже неплохо, выигрышно. Угу. Ну, стоит, наверное, отметить то, что не совсем четко играют, наверное, и Трипла. Все-таки я не думаю, что вот так вот Медведя вообще можно отдавать. Ну, вроде как, окей, Коки понятно. Но, блин, там же тоже и Лина есть, и Нага есть. Как-то должно все это помогать в итоге. Но у них что-то не получается. Ну, Батрайдер тут с Драгонайтом своя дота. Батрайдер 30 на 2, Драгонайт 20 на 0. Батрайдер Лайн выигрывает, как очевидно. Но Шики, думаю, с получением левела все-таки отыграет. Провальчик небольшой. Так, тут у ДК проблемы цепляет его. Должен быть Рептайт, есть Танат Лины. Ну и ДК отправляется в таверну. Загулял он, на самом деле. Не знаю, почему мы не дали инфу о том, что два саппорта с ботом сместились. Вроде как Лайн там стоит. Ну и либо подумали, что в лесу стоят на отводах. Стали давать инфу. Ну да. Хороший ганг получился. Смотрим, что будет дальше. Ну смотри, снова Клокверка. Ходит в спину Джуна, хочет его зацепить. Ай-яй-яй. И не прошла сверсточка. Слишком далековато отошел Медведь уже. Ну сейчас Медведь получит 6 уровень достаточно скоро. И убивать его уже вдвоем с Клокверком не получится. Потому что ХП будет слишком много. Не хватит дэмэджа, чтобы его расстрелять. Медведь же накупил себе сапог. Есть Бейцев Атак. Ну и скоро Фызов уже появится. Ну и главное, конечно же, получить возможность делать корни. Буквально немножечко ХП еще нужно наворовать. Парочку крепочков буквально. И там уже нормально все пойдет у Медведя. Вот тут народ требует отпустить тебя поотдыхать. Отпустим после этой игры. И я уже буду кастить. Один адекват пойдет отсыпаться. Да-да-да. Все на Старлазере через это проходят. Бессонные ночи. Потом снова каст. Что? Пытается спонуть Бэтрайдер? Ну у него есть лассо. Да, цеплять на лассо. Должно быть ТП. Есть здесь Лина. Есть тан. Фурион подлетел. Под Кларити. Закрывается пруты. Ну и Рубик Синдрейдж тоже здесь. Смотрите, Ликенед спидкидывает. Драгонайт. Как же долго он живет. Ну нужно плюхи. Последний, да. Четыре там заведление было. Отлично. Ну Лину забрали тоже. Один в один получился размен. Да, но тут потеряли саппорта ЦИС. И АНЕ всего мидера отдали. Поэтому размен-то более выгодный, конечно, для команды ЦИС. Угу. Но с другой стороны, врывали четвером на одного, да? Казалось бы, нужно было фри-фраг быстро забирать и уходить. Но вот тут саппорта тоже. Ну и 4-3, общий счет пока. Седьмая минута встречи подходит к концу. Пока, кстати, Сларк не показал себя вообще никак. Фармит, а то есть. Ну да, Сларку, я думаю, сейчас стоит фармить. Максимально быстро набрать там четвертый уровень Дарк Пакта. Хотя он, опять же, качает и Паунс, и Дарк Пакт. Что-то определенное не максит. Странная, на самом деле, раскачка. Нечасто я такое вижу. Ну он типа здесь против никого не терется. То есть ему Паунс вообще, по сути, здесь не нужен на лайне. Ну, не в кого, по-моему говоря, врываться. А вот Дарк Пакта можно крипов хорошо убивать. Ну тогда бы стоило бы максить Паунс мимо. Так, ну Лассо нет. Был бы Лассо, Бэтрайдер... Ой, умер бы сейчас, скорее всего, Сларк. Есть мнение, что он сейчас все равно умрет. Четыре стика уже знает, Бэтрайдер не находится. А где Паунс? Паунс только четыре секунды, лоу. Ну да, пять стиков, скорее всего, умирает он. И дычку еще отдать. Ой, хорошо, Паунс и не догонит. Или Флэмбрэк. Флэмбрэк залетает. Да ладно. Бэтрайдер теперь может здесь погибнуть. Пауэршотом помогает. Шутычка от вышки и 4-4. Да, как-то много ошибок на квадратный метр было сейчас. Профессиональный байт просто от Аликса. Не, Аликс датный фидак. Если ты первую карту смотрел, он, короче, на Нейчс Профити за первые четыре минуты сделал 0-4 на оффлейне. Ну, красава старается, пацан. Вообще четко. Целый парень. Что, Мишка? Мишка не стал фармить минус и добро. Все-таки физы. Ну, правильно. Его тут щеманули плотненько. 1-1-1, хотя одна смерть, но... Смотри, биди-биди-биди, проблему Лины пытается поражать. Брэфайр не достает Драгонайт, да ладно, но... И что? Ну, да, умирает, что и Реген тут. Можно было, кстати, Рубику было отдать. Ньюмана вообще нет. Отправляет Рубика Регенеца на базу. Как у Азис перед ним был такой, я думал, все, вот, глоток воды. Слоу ХП, что Лина бежала. Так, кстати, если Лина дотянулась до Регена, она бы выживала, скорее всего. Ну, типа, да, если бы последняя плюха бы не долетала, а потом сразу Реген спит, тогда все шансы имела она на выжить. Хукшотом не попал Клок, сейчас Мид не дотянулся, у него совсем чуть-чуть до Наги. Не пошло. Ну, через 60 секунд повторит. Что там у Сларка? Сларка 1200. Будет ли это Мидас или пойдет он сразу в Шадоу Блэйд? Сейчас посмотрим. Даггер. На Бэтрайдере. Сейчас должна быть где-то инициация. И пытается удивить наверняка, пока противники к этому не готовы. Ну, снизу, наверное, все-таки лучше всего ворваться. Надо помочь как-то Медведю, чтобы Медведь ассист получил, а может быть даже и фраг. Фарм у него пойдет. Отозначно, конечно, здесь Лондроид должен играть через Радианс. У него, чтобы в масс-файтах была какая-то перспектива, я не знаю, выигрывать драки в соло. Ну, на самом деле, до Радика ему здесь очень долго еще потеть и потеть. Фармить ему тут, я бы не сказал, что у него прям фри-фарм. А Радик, если и будет, то очень даже не ранний. Что ему еще очень много денег. Надо Фурион собрал Мидас. Сапог Мидас, 660 хп. Не уверен я, что это правильно. Так, атака Драгонайт, включает фуарм, отлично. Мне, наверное, среагировал там один из игроков в кис, но вот Лина так уйти не может. Да, вот здесь вот ДК, здесь еще есть Реген в бутылочке. Он сейчас дойдет, скорее всего, ману себе восстановит. Да, вот, просто-таки это и сделал. И ребята собираются пушить. Так, ну что, можно какую-то пачку рипов с Пилитбиром отвести, например. Вот есть еще иллюзия от Наги. Как-то вроде еще запротивляться можно, и дефить тоже. Но убегают. Видимо, решили отдать тавр просто. Надо размениваться. Инфлейм вот пошел на топе. Мидасирует. Я думаю, на ботаме вышка быстрее гораздо упадет, чем на топе, потому что одним Фурион с Мидасом, даже с таким количеством трентов, пушить его будет дольше. Да, на ботаме вышка уже упала, и, скорее всего, ребята сейчас закупятся ТП и смогут спокойненько задефить. Хотя там не так много народу надо, там одного шварка хватит. Да, да, да. Типа, Инфлейм очень долго думал, прежде чем начать этот вот пуш, ну и в итоге он у него не получится, наверное. Ну, неплохо так провели НЕ, это промежуток времени. Забрали тавр на халяву и перемещаются по другим теперь лайнам. Сларк все-таки пойдет в Fast Shadow Blade. Никаких Мидасов тоже. Ему совсем чуть остается до Клеймора. И, возможно, мы увидим какой-то экшен в исполнении от него. Ну, с учетом того, что всю эту практически первые 10 минут НЕ играли четвером против пятерых, по сути дела, то есть вообще я, Алекс, не участвовал на замесах. Сейчас со Сларком, конечно, все будет повеселее. Вот он уже бегает по чужим лесам и сейчас будет пытаться где-то иницировать. Ну, Лина для него, конечно, лакомый кусочек, впрочем, как и Наго суппорт тоже. Да, если Линус спанет, то чуть-чуть с дилеем прожимаешь Дарк Пак, ты даже, если она тебя застанет, тут же из него выйдешь. Ну, главное, лагуну не схватить. Ну да, лагуна, конечно, в корне поменяет расклады. Так, ульта Нейш Спрефта неплохо пролетает. Будешь динамилюдоваться, и Бутрайдер врывается. Ай-яй-яй, не успел. Телекинезик. Клокверк ворвался. Медведя не подпускает к себе, но Лина делает проказ. Леймбрек залетает, и с Ринджи просто расстреляли Клокверка здесь. Ну, палка о двух концах, я бы сказал, потому что Лина не промажет никак вообще. Бутрайдер там закидывает бочку без проблем. О, у нас Трубик на метле. Что это, где это? Он летал сейчас на Файрфлайе. А-а. Ворованном. Ну, норм. Так, а где Медведь? Медведь что у нас там нафармил? Тысяча сто монет. Это мало очень. Двенадцатой минуты. Ну, он покинул Нижний Лейн зачем-то, то есть там у него был хороший фарм, может быть. Ну, какая привязочка с таким рейнджом в Медведь, но Мишку цеплять не стали. Хотя у Драгон Найта был стан. Был рассказ, но не рискнули пойти минут. Хасту забирает ДК. Ну, все, идти и фармить. Что-то тут Медведь, в принципе, отпушить пока не надо. Вот внизу уже Сларк спокойно фармит, на топе сейчас Драгон Найт будет фармить. И вот так вот масштабно, расширенно действует НЕ. Фармят абсолютно везде. Но в то время, как их оппоненты сконцентрировали свои силы в миде, и пока непонятно, чем занимаются. Все вместе фармят леса. Да, проблема в том, что Сларку очень трудно гангать при наличии у него такого ультимейта. А сейчас с появлением Шадоу Блейда и таким бешеным оффспидом его вообще будет проблематично зацепить. Ради только то, что через Бэтрайдера. Ну, опять же, спорный вариант. Если Паунс успеет нажать, то догнать уже будет невозможно. Ну да. Так, кстати, смотри, Винренджер, какой интересный закуп у него. Давно ты видел через Солоринг Винренджера? Не видел, даже не буду брать. Я тоже никогда не видел, но вот что-то, видимо, это два кубика знает. Ну, кстати, 3-0-2 у него стат, по факту знает. По факту знает, да, на самом деле появляется у него Баклер, есть Роба в Зимадже, но это, наверное, превратится в ПТ, а Баклер в Мекку, наверное, пойдет. Ну да. Ну, я надеюсь, он из этого больше ничего не придумает. Так, ну вот Сларк дособирал себе Shadow Blade, 13-й минуты, очень даже неплохой тайминг, с учетом того, что есть еще и ПТ, и Magic Wand, левел девятый, и большая сейчас проблема. Это будет для команды Kiss Game. Там есть, чем синициировать. Катился хукшот. По графикам, кстати, все примерно ровненько, НЕ-то обведу тысячу, не так уж и много по XP, по деньгам там вообще 700 монет. Ну, в целом, не знаю, в пятером здесь находится сейчас Kiss Game, постоянно на миде, а вот фармят НЕ по всей карте, и они должны быть сейчас в нереальном плюсе потихонечку выфармливать себе денежки. Да, вот там у ДК уже появился Огрклаб, чуть-чуть остается, ну, не совсем чуть-чуть, но до БКБ не так долго, а с появлением БКБ... Бутрайдер врывается, чтобы уйти просто через Даггер, он фаерфлайм рядом и вылетает. Будет ли цеплять ДК? Нет, не стал цеплять ДК. Слип Наги был проютан, чтобы спасти Лину. Не знаю, правда это или нет, потому что сейчас прекрасные НЕ понимают, их нечем инициировать. Как и Бутрайдер тоже, Даггер собрал для того, чтобы эскейпиться, вот он рядом с соперниками летает, не власолует, не наоборот влетает, чтобы кого-то поймать, а и замеса. Второй раз подряд уже. Мишку привязали, ну, правда ничем нет, рептайд через иллюзии, но вышка сейчас будет падать, есть катапульта, птичка от ДК, ВРК танкует, фортификейшн, 59 кп, я думаю, добьют. Какой-то странный фортификейшн на самом деле был. Сларк заходит в спину, она врывается на Джун, бьет его, ой, там Баркаст от Лины, какой-то заезжает, но успел в НВС уйти Аликс, и медведь убили, Глок вверх, хукшот, потрясающе, байо. Лагуна в ДК, на ДК еще переживает, еще и пережил Лассо, и Супсим будет уходить, нет, все-таки погибает, Сирена его забирает, пытаются ВРК расстрелять у ВРК, и до Виндрана не хватает, маны, стики откатываются, прямо сейчас проезу стики уходят на Виндране. И сейчас погоня, ответочка от Сларка, Алекс уже побежал в Шадо Блэйд, не отпустит здесь кого-то, не отпускает Аббатрайдера. Это 3 в 1, ну и Нага, Терекинес, да, Нага отсюда тоже не уйдет, хотя у него будет сейчас рептачить, 2 секунды, нет, Сларк просто спаунс ее забирает, дабл килл от Алекса. Ну и что, потеряли здесь Драгон Найта, но это не самое страшное, на него потратили бешеное количество раз каста, Сларк здесь здорово вынес, у него полторы тысячи, 11 уровень, еще и забирает все дабл дэмэдж и может цепануть на топе Фуриона. Он, кстати, его цепанет, скорее всего, да, сразу же уходит в Шадо Блэйд, чтобы скорость увеличить, даже если сейчас Фурион закроется с пруты, а он не закроется с пруты. Один удар, один удар, ай, решил спаунс, потому что дабл дэмэдж был, там же вообще просто плюшка такая с водой, да, шикарно. Да, поувереннее себя чувствует ИНЕ сейчас, сейчас еще и заберется вышка, скорее всего, на топе пока Сларк на дабл дэмэджи, ну еще и ДК подошел в форме тут. Ну да, этот Сларк пережил начальный замес, когда он ворвался и все, потом его просто нечем было фокусить, и он вот бегал в этом замесе по Шадо Блэйд домом, регенился, убивал, в общем, такая неприятная эта тема. И как-то, конечно, нужно его контрить будет Кисом. Я не уверен, что правильный выбор был Лагуны в ДК, кажется, надо было Сларка как-то задизейблить очень быстро. Ну, она типа без вариантов у него была, в нее врывается клок вверх, ей нужно дать свой проказ перед смертью, потому что она прекрасно понимает, что она умирает, ну типа, наверное, в это время Сларк был где-то в инвизе, пока там в своем. Может быть, конечно, да. Ну, ДК толстая слишком цель, ДК там вытанковал просто тьму дэмэджа, на нее 1400 хп и 18 брони. Сейчас еще появится через 800 бкб. Абутрайдер на хосте прям как надо, пруно подбирает, и вот он Лагуна Блейд Рубика, так уже лучше. Тут Рубика испепелили, просто еще и Фурион подлетает, закрыл спруты, но ДК, по-моему, не собирается здесь убегать. Верочка, пауэршот. Стики Напалмов до конца идет у нас. Ну и сейчас проблемы будут. Ой-ой-ой-ой, не пошло. Прыжки на прыжках. Гем появляется, кстати, у Сларка, сейчас будет девардить, все возможное, и лишит полностью вижена команду CYS, и бетрайдеру будет не так уютно врываться куда-то на варды и так далее. Откровенно говоря, всего один вард я вижу у кисгеймов, у них вообще вижена нет на карте. У них вот медисентри стоит, и все, обсервер на топе, который, ну, вообще бесполезный по факту. И его скоро не будет. И его скоро не будет, да, совсем печально. Ну и зажимают, зажимают ИНЕ своих оппонентов, и вот чувствуется, что эта карта для них как-то получше, что ли, дается, поспокойнее. Не угадывает Алекс положение варда, запрыгнул не на тот хайграунд. Понял, что его видят, когда по нему ульт Фуриона пролетел, но... Зерчика инфлейма надо сбить хоть как-то, кукшотом не может отдать, потому что крипы им мешают, да, ну и... Хорошо, наверное, справитесь, отмансовал и ушел. Спас свою жизнь. Поломал все-таки вард, Алекс. Нашел тот хайграунд. Последнюю бедняковки с гейма отнял, последний вард. Изобразие. Огрклаб есть у него, кстати. Ну что, БКБшку, наверное? Да, конечно, БКБшку, хотя, возможно, и Си какая-то появится, потому что переживает он Прокаст очень уверенно, 1200 хп у него есть, если соберет Си, там побыстрее статы будет воровать. Ну, скорее всего, БКБ, конечно, всего вариант. Четвером здесь просто атака под смоком, Алекс! Такое пережить, конечно, невозможно. Да, 433 с Трика с него снимают, не знаю, будет ли сейчас какое-то ответное действие, не знаю, может, Рошану пытались бы забрать, но не стали. Ну, протупили здесь Инье пока, ну как протупили, просто стоят на мид-лейне и не ожидали они явно такого перемещения на Сларка на главу. Ну и сам Сларк, наверное, тоже был в шоке, вроде стоит на середине карты, на топ-лейне, там, прям возле реки пойти. Его что-то там настигли. Ну, в любом случае, хороший муф откисгейм, пораньше бы они этим начинали заниматься, когда Сларк еще только набирал себе Shadow Blade, на топе фармил, надо было так же его гангать. Сейчас уже, наверное, немножечко поздновато. Гем, кстати, забрал бы Трайвер. А, кстати, да, там же Гем был, там же Гем был, о-о-о, шикарно вообще. Ну, теперь тоже в ответочку можно девардить. Вот он, Observer, но побаивается пока Бэтрайдер его забирать. Firefly. Ой, ей пытались привязать Бэтрайдера, там, не знаю, как Верка спалил то, что он на хайграунде, но пыталась привязать его с Огром. Да когда он же вард ломал, там. А, ну точно, точно, точно. Бэтрайдер спалился сам. Что-то я забыл, что варды людей видят. Ну, это такая, это пассивная способность, короче. Она редко проявляется в вардах. Разобей, нормально. Так. Что у нас там происходит? 20-ая минута встречи. 11.8 по графикам. Мы видим, что пока 3000 плюс Ene ведут. По XP 1000 с небольшим преимуществом. Вроде как оно есть, но оно небольшое. Вполне отыгрываемое. Так что, кисгеймам надо пару удачных мувов, пару удачных замесов. Все будет у них олрайд. Ну и что, под смоком, я не знаю, это Рошан будет или попытка кого-то гангнуть. Судя по всему, пытаются кого-то выхватить. Но не получается. В сливовый такой вариант игры сейчас ушли цисы. Медвед, медвед, медвед. 3.800. Есть на Саккрат. Надо его срочно купить, чтобы не погибнуть его и не потерять. Ну, 20-ая минута, кстати. Скажем прямо, могло быть и хуже. Не, могло быть и хуже. Ну, Радик появится, наверное, на минуте на 22-ой. Если все так же у него пойдет на 23-й. Ну да, видимо, пока терпеть им на пользу, что ли, идет. Потом вот с Радианцем начнутся какие-то разговоры уже с противниками. Вот, гляди, что-то и получится. Все-таки медведь как-никак жесткий. Да, он толстоватый. Убивать его будет проблематично. Хотя у НЕ не так много точек героев, которые бы очень сильно страдали от Радианца. Ну, Трубик, конечно, в 772 хп. А остальные-то себя нормально будут чувствовать. Ну, а если Сларка зацепит, тоже неприятно, как ему уходить. У него единственная ульта будет для эскейпа. Ну, и паунс может быть. Так, конечно, Сларка тоже пробивать будет. Сам по себе он очень такой хиленький герой. 1300 хп с Огроклабом. И с ПТ на силу. Ну, наверное, БКБ все-таки нужно будет ему собирать. Ну, что, Клок готов врываться. Пока они не палятся. Полвышкина медля уже почти отвалилась. Ну, и НЕ прекрасно понимает, что затягивать там тоже, наверное, особого смысла нет. Там все-таки и сплитпушер НЕЧСПРОФИТ, и Медведь, о котором мы говорили. В общем, много таких нехороших героев. И как-то не хотелось бы затягивать, наверное, чтобы давать им какой-то шанс. Поэтому активно пытаются прессовать здесь. Ну, и пытаются на это прессинге с геем. Сейчас зажимаются опять на своем хг и стоят просто ждут тут момента. Фортификейшн. Ну, Сларку тут проблем нет. Он отходит регенец очень быстро. Он может размениваться эти 100-200 хп по вышке. Для него это несколько секунд. Ну, и Фурион вот занимается своей гадостью. Отправляет очередную пачку трентов пушить вышку. Да, там откидывается Кокверка ракетками, но все равно они свое черное дело сделают и вышку уничтожат. Алекс прибежал. Ну-ка, надо сдунайть, ну-ка. Хватит ли контроля, Алекс? Ну, ты чем отсюда дай-то? Ну, что ты проигнорил? А, вот, все хорошо. Уговорил. Уговорил, да. Реально, как уговорил. Я бы тут стоял сейчас. Так, ну вот Дэмонс нашел. Чужой обсервер моментально его изничтожает. Неплохо. Ну, наконец-таки вырвались из этих оков кисгейм, из этой оккупации. И начинают хоть немножечко подфарминг. Различные лайны. Наконец-то у Медведя снова возобновится его фарм. И Радианс, Радианс. Ждем, ждем появления Радианса, конечно. Да, с Радиком и скорость фарма очень сильно увеличится. И сможет он в сплит-пуш очень сильно помогать Фуриону, хотя бы Медведам на другом лайне. Так, а вот и нашли. Нашли у нас Клокверк. Клокверк погибает. Так, ну а будет ли цеплять? Нет, потом, конечно же, там смысла нет уйти. Надо разближаться, потому что там уже потягиваются тиммейты Клокверка. Ну и в целом, опять-таки, удачная вылезка. Молодцы. Прогангивают. Еще не дают собраться вместе с противником. Выиграют время, конечно же, для своего Медведя, что самое главное. Так, Сларка спалили. Сларк убил иллюзию сейчас Наги. И тем самым сразу на него посигнали. Что ему? Что-то летит. Летит ему Митрилхаммер. Да, все-таки это будет БКБ, до которого осталось 1100. И уже будет. Ну посмотрим, что сильнее. Радианс на Медведя или БКБ на Сларке в итоге. Все будет, конечно, зависеть от конкретного замеса. Все будет зависеть от того, кого уже поймает Бэтрайдер и вытянет. Потому что фокус от Бэтрайдера, например, в Сларк того же самого. Там Медведь будет тоже вгрызаться. И Лина рассказ даст. И Сларка можно убивать и до БКБ вполне. В общем-то, тут все очень ситуативно. И все будет зависеть от конкретного маневра. Ну да, это кто-то инициирует. Если, конечно, там ДК какой-нибудь из Шадоу Блейда вылетит. Ой, и Рошан начинает бить. А знают ли об этом что-то сейчас ЦИСы? Тут против Наги и Рошана бить это такое занятие. Ну да. Ты бьешь, а забирают и убивают другие. Ну вот уже пошел вперед Руоли. Ну вот очень долго, на самом деле, бьют ИНЕ из этого Рошана. Они вообще справятся ли, на самом деле, даже с Медалькой танкуют по очереди. Пол Рошана, конечно, отвалилась. Но вот сейчас Нага спалил всю эту движуху. Прекрасно понимает. Но, походу, не пойдут. Да, слишком далековато находят. Прекрасно понимает, что и не успевают. Сюда немножечко кисгейм. Вот поздновато собираются вместе. Не прочекали на этот момент. Хотя смог. Подожди. Возможно, еще будет врыв. У Бэтрайдера. А Медведь, Медведь, Родианс, он-то жгет. Смотри, очень больно. Бэтрайдер. Хорошо в Рубика. Врывается. Лассо перетянул через ХГшечку. И должны забивать Рубика очень быстро. Ну и... Рубик отвалился. Скорее всего, отсюда не уходит и Клок. Слип от Наги просто шикарный. Ребята перезарядили с пылы. Есть сеточка, есть рептайды. Пошло. ДК прожжал БКБ. Алекс пытается догнать Мишку. Грызет Мишку. На развороте. Иди сюда. Хорош. Дропа Егиса. Медвежона, конечно, очень сильно демэджи вносит. Еще и подтанчит когда-то. Так, в Шадоу Блейд спрятался. Алекс хочет убить Медведя. Промачивается паунсом. Минус паунс. Ну как так-то, Алекс? Ну что это за врывы такие? И Дарк Пакт и его ловят. Да. Переворот. Две смерти подряд. Две смерти подряд. Это действительно переворот. Отсюда могут еще и Верку не отпустить. Потому что сейчас будет Дайкер. Через 2 секунды начнутся стаки. Да. Запрыгивает. Бочечка. Грамотно потолкнул. Из-за Вендрана не очень. Так, там уже Клокверк вернулся. Нужно бы, наверное, развернуться и убежать. Сейчас в ответе Клокверк будет ли впрыгивать. Если он впрыгнет, я думаю, здесь быстро гребет лещей. Потому что есть рассказ Тулины. Маны хватит. Также есть Рептайт и его бы, наверное, поломали очень быстро. Тиммейты бы так быстро к нему не подошли. Верка потратила и Вендрана и все. Поэтому он, наверное, решил не ходить. Фурион. Есть Шадо Блейд. Есть Ультимейт Торп. До Хексата, в принципе, не так долго остается. И это лишняя беда. Появится в файтах 13-11. Я думаю, графики перевернулись. Да, уже в плюс все пошло по золоту для цисов. По XP они выиграют уже более 3000. Хотя совсем недавно проигрывали 4 куска. Все печальненько. Все намекает на третью карту. А третьей карты вроде не будет же. Бест оф 2 же. А, так цисы выиграли? Не геймик выиграли. Ну, а сейчас они, скорее всего, проиграют. Ну, и Бест оф 2. А, это Бест оф 2. Я же не в курсах. Ну, вроде в рамках Бест оф 2. Там же каждый с каждым по Бест оф 2 будет сражаться. И там по количеству очков уже будет решаться. Мы Фуриона потеряли на топе. Кто его забрал? Забрал его Сларк. Я же не знал. Я думаю, как в Америке. В Америке же Бест оф 3 было. Ну да. Не успеваю следить за сменой правил регионов. У них там разные квалификации немножко. Разный формат. Ну, в итоге-то что получилось? Радиант это, оказывается, решает. На Медведя. Не зря потели кисгейм. Не зря одержались. Не зря терпели. Вот-вот как результат. Пока делают камбэк. Довольно-таки неплохой переворот. Ну, правда, значит, профит немножечко видит. Но это такое. Будем ждать следующих замесов. И уже Медвежонок не умирал в том замесе, что он там себе прикупил. Траквил Буц и Клавака. Это, в принципе, неплохо. Он прекрасно понимает, что Мишку сейчас зафокусить фактически нечем. Главное, чтобы не убили хозяина. Ну, а хозяин сейчас 1800 хп имеет. Огромное количество брони. Там базилька, все дела. И оградил себя от Magic Damage. Хотя Magic Damage там не сказать, что много. Если только Сларк лагуну какую-нибудь украдет. Может что-то предъявить. Так, ну что? Ну, и опять-таки, вот такая вот позиция от дефа кисгеймов сейчас полностью удовлетворяет. Они стоят на своей базе. Они даже не стремятся куда-то выходить. Дают простор для действия команде ИНК. И вот сейчас вынуждают ИНЕ идти самим к какую-то атаку. Производится смог. БКБшку наформил себе Сларк. Ну и посмотрим, как он с этой БКБшкой, что будет делать. Я вижу, Сэнш появился у Драгонайта. Будет ли это Алибарда или будет это Си? Непонятно. В принципе, у ворот ему здесь... Да, если это будет Алибарда, то это будет неплохо. Потому что есть у ворот, можно заткнуть Мишку. В принципе, неплохой вариант. Хотя Мишка будет все равно тонну дэмэджа выдавать своим радиансом. Но если он не будет бить с руки, это очень-очень неплохо. Так, ну такой вот байт своеобразный Драгонайта. Стоят там со спиной тиммейты. Ну, просто из гейма игнорируют этот факт. Вообще, аккуратненько Инфлейм отпушивает лайны. Формит себе до Хикса, конечно же. Медведь формит просто. Я думаю, ему Кираса нужна какая-то. Владимир, кстати, уже наформил. Так что у них все тоже идет неплохо. Да, Мишка набирается в толстость. Армора все увеличивается количество. А там минус армора как такового вообще нет. А не, медалька есть в руках. Есть медалька, но... Это уже не против этого медведя. Совсем другая история. 58 резиста физикл дэмэджа. И это очень... Не очень для команды НЕ. О, кстати, Демон себе тоже много денег нахабатил. 3 700. Ну, шиво, наверное. Или Хихсу какую-нибудь. Что ему там еще? Ну, вообще, конечно, по стандартному айтембилду спираба Трайдера покупает Бутсов Тревел. Да, возможно, Тревела появится. Но здесь вроде как достаточно мобильных героев уже. Есть фуриончик. Поэтому, может быть, появится что-то и другое. Шиво здесь очень даже не помешало. Так, ну вот Хихсу. Что выдвигается? Сларк. На поиске. Ну, ему придется бегать постоянно, отпушивать этих трентов, которые постоянно будут смещать лайн в сторону вышки. Здесь дерева нет. Подлечивать вышки нечем. Вышка на топе уже потеряла 500 хп, а герои ее как таковые вообще не били. Ну что, вот сейчас, возможно, появится Хальберту. Ну, что самое интересное, вот так вот бегает команда НЕ сейчас и, ну, ничего, по сути дела, не предпринимает. А вот Кис со своим пушем, ну не пушем, точнее, от фармом даже, они идут сейчас вперед по графикам. Мы это прекрасно видим, но команда НЕ это, видимо, не понимает. Так что вот такой фарм вполне удовлетворяет Кисгейм. Ну, правда, сейчас кликнул медвежонок на мид Т2 тавер, и все-таки, видимо, решились они пойти сами в атаку. Первый раз, по-моему, за эту карту. Надо посмотреть этим, получится или нет. Что, да, ДК все-таки добирает Алибарду. Ну и посмотрим, как сильно она изменит положение в драке. Пытается подпушить Сларк топ, привел сюда уже крипов огромное количество. Есть НЕ ТП, ну и... Пока ребята не подошли к его Т2, уходит на Паунс и боится, что его цепанет Фриона. А Фрион с Хексом это сделать может, но в одиночку он его все равно не зафармит. Да, в плане мобильности, конечно, Инфлейм тоже не уступает Сларку, так что в любой момент вернется в драку. Я думаю, вполне нормально. Сейчас друг против друга постоят, и когда замес уже начнется, делают сразу ТПшки. Ну вот, правда, Кисгеймы что-то постояли-постояли, сами пуш-таки не решились. Побаиваются, по-прежнему побаиваются еще. Так, начинает вгрызаться Фриона, ее и цепляет, только зачем бы КПП проражал? Он, наверное, от Хекса. Хотя, мне кажется, он бы и так справился. Ну, халява, фраг заработал, отлично. Мне кажется, лучше было проражать, на самом деле, ультимейт, чем БКБ. Все-таки 10-секундный БКБ это большое преимущество в файтах, растрачивать его вот так. Ультимейт же не мог бы его захиксовать Фурион, а за ультимейт бы он, я думаю, его загрыз бы за 4 секунды без проблем. Ну да, ну так вот решил распорядиться именно своими способностями Сларк, выборов меньше из зол. Он решил, что лучше БКБшку потратить. Ну, во всяком случае, фраг он сделает, это всегда хорошо, будем смотреть дальше. Как бы там ни было, это первый фраг за долгое время от команды НЕ, немножечко размочили они сейчас стоявшийся счет. Ну и, видимо, ждем мы следующего Рошана, так как другой активности больше мы пока не наблюдаем. Так, кстати, Фурион не очень вовремя умер. Если бы он умер сейчас чуть-чуть, еще попозже, он бы и не попадал на этого Рошана, но вот под это он как раз рестница. Ну, Кизгейм, конечно, должны будут воевать за Рошана, иначе никак отдавать Айкес не хочется. Рошан вроде бы второй по счету, да? Первый же НЕ забирали уже. Но вроде не третий еще, что без сыра. Я там, судя по всему, оговорился и сказал, что Сларк может украсть лагуну, и там в чате просто давайте поможем Вите найти Сларка лагуну. Спасибо, ребят. Обилити драфт. Обилити драфт, да, я каменчу, поэтому здесь все возможно. Сларк, собери Дагон. Скажу, перепутал лагуну с Дагоном. Да, да. Так, Рубик, появляется Ринку Фреген. Скорее всего, это Форстаф, но это может быть и Владмир. Для своего Сларка с ДК. Ребята отправляются на Т2. Сигналят, да, тут пачка. Трэнтов, Мишка с Гипперстоуном уже, ну, Кираса будет появляться. Сколько до нее осталось? До нее не так долго. Да, Мишка грезет вышки очень жестко. Мишка внезапно на Т1 по Нетворцу выходит в позицию. У него 14600 уже на фарме, даже больше, чем у Фриона. А вот Драгонайт и Сларк свои позиции сдают, и уже на Т3-4 позиции они находятся сейчас. И вот, как мы видим, все-таки фарм не в их пользу идет. Медвежонок просто бьет от 2 тавр, аккуратненько пробивает, ну и... А, Хелберт, Хелберт был заюзан, Медвежонка забрали, тавр сданяли. Ну, хотя бы так. Бэтрайдер впрыгивает, хорошо, кого-то должен был цеплять, никого не цеплять, вот сейчас... Цепанул ДК, но тот в БКБ. Алекс прыгивает. Джун на один дерется, где Медвежонок? Сларк, БКБ, ты должен кого-то хотя бы бить, но все мансуют, здесь просто никто не дается, он все, БКБ тупо пробегал, вот кончается БКБ, сейчас первый удар он сделал по линии за эти 9 секунд, да еще и заперся в кустах. Ой, Рубик перепризвал Медвежонка, тоже хорошо, бегает теперь свой Медведь с Родианцем, Алекс спрятался в инвиз, и Нага, хорошо, ультимат накрывает все рядышки, он находится, сейчас можно продолжить замес. Можно продолжить. А, опять стокверка. Стамп от твоей Матлины, хорошо, и пробивать Алекса, нет уже никакого эскейпа, есть паунс только, вот паунсом и уходит. Винранер, Винран, Нага уехала. Закрыл Фуриона, Фурион дает тут же просветочку, Фуриона поднимает, должны ронять на Коге, нет, уронили опять внутрь, ну и проблемы здесь у Кокверка. Ну и падает уже команда НЕ, все, драться больше нечем, уже однозначно, Клокверк после байбэка умирает еще разочек, это минус 3, ну, вроде бы как жив Сларк, но вот опять-таки БКБ на КЛД, Шадоу Блейд на КД, ультимейт на КД, что он может сделать? Ничего. Вот, сейчас есть у него инвиз. Вот, смотри, хорошо, Вэн Флейма-то, добивает его, и может еще Бутрайдер, С5-то стан, и Вэн Вис успел сперва. Ультимейт, есть ультимейт, Сларк выживает, пытается с Веркой еще кого-то нагнать, но будет здесь паунс, возможно, Лину еще какую-то цепанут, хотя вот Мишка, Фурион прилетает, ну, Верка минус, понятное дело, что через Хекс ее заберут, еще и Рут проходит. С чем сюда пришел ДК? Умереть, как-то за компанию, Алекс БКБ прожимает очередной раз, а Алекс убивает прямо... На нем Рут! Байбэк от Алекса, ну, Сларк спустил все бабки на этом файте, пытается улететь отсюда ДК и улетает, да, в БКБ не прошел, Рут фартанула, конечно, можно сказать и так, а может не фартанула Медведю. Ну да. Ну и 19-15, в любом случае, Кис и Драку выиграют, как бы там ни было, заставили они сделать байбэки команду НЕ, поочередно умирали, несколько раз прожимали БКБшки, столько можно, в общем, многое потеряли НЕ, в итоге остались ни с чем. В самом деле, файт от Сларка был настолько провальным, жутким. Я смотрел за ним большую часть драки, он провязывал БКБ, как только вытащили Драгон Найта, и за эти 9 секунд не ударил вообще никого ни разу. Потом он прыгнул, паунсом промазал, ударил вдогонку один раз Лину, застрял в деревьях, получил стан, типа мейн керри, в драке не реализовался вообще никак. Не нанес нисколько дэмэджа, отбегал, и на него внимания даже никто не обращал, все его БКБ просто побегали чуть-чуть, мишка в это время выжигал всех саппортов, типа ему и бить-то не обязательно. Да, для Сларка явно получилось все не очень хорошо, как он хотел наверняка. Ну, во всяком случае, вот три раза БКБ он уже проюзывал, и мы не помним того момента, чтобы вот за один раз хотя бы это БКБ было как-то актуально. А, нет, один раз он и распрофит. Фуриона убил, да. Ну и опять же, спорный момент, нужно ли было там БКБ, или можно было убить за ультимейт. Ну да. Так что... Ну и 30 моментов встречи с геймом, я сейчас думаю, очень довольны. Сейчас дофармят себе еще какие-то артефакты. 2.200 есть, а неч с профита замеса, Лина с Даггером, с Форстафом, очень мобильный персонаж. Ну и товарищ Джун, ждем мы, конечно же, Кирасу. Есть Кираса. Ну, теперь Мишку не так просто забрать, даже если он повесит Алибарду, зафокусить будет очень трудно. И как бы Трайдер с геймом летает. Вот варды бы на миде, конечно, какие-нибудь. Вот он на ХГшечку, да. Вот он, вардец. Отлично. Ну, кстати, Рошан-то жив, да. Про него мы совсем забыли. Драка там снизу затянулась, и все проигнорировали вообще наличие этого такого нейтрального большого крипа. И сейчас, я думаю, кто-то пойдет его забирать. Ну, НЕ Рошан здесь не светит. Здесь есть Нага с ультимейтом. У всех, в принципе, цисов все есть в наличии. Есть два медведя, можно сказать, у Лондруида может он вызвать нового. Поэтому на Рошанщике им вряд ли что-то отвалится. Не отвалится им отвалится, но не Рошанщик. Их лица, скорее всего, отвалятся. Да, вот это... Тататавр без боя вообще отдают команде НЕ. Сейчас дарят Лондруиду лишнюю денежку. Ну и вот на Рошана сразу. Вот Райдер получил плюху от Рошана. Не надо так агрессировать. Он тоже умеет агрессаться. Ну и теперь уже ответный момент. как зеркало и закрылись немножечко НЕ. Хотя смог, и сейчас будет что-то интересное. Давайте смотреть. Мне спрашивают, почему меня слышно два раза. Я не знаю. Не должно быть меня слышно два раза. Я один раз говорю честно. Не повторяю. Ну у меня стоит Ютсоу Браткастерс, поэтому все должно быть в порядке. Да, я тоже ничего не менял. У кого-то там что-то слышится. Тут два стрима, короче, запустил параллельно. Ага, ну да. Ну что, и те, и другие, собственно, опасаются. Смог ты проюзать кисгейм, решили в спину обойти аккуратненько. Получится ли аккуратненько, вопрос. Ну-ка посмотрим. Сларк бегает, Сларк бегает. Бетрайдер захватил. Сларк, Алекс, провал. Алекс. Ну и нет Вайбека. Его не будет 100 секунд. Это good game, well played. Я бы сказал, еще и Нага отличный слип проюзал. Не отпустит отсюда. Драгонайты должны в него вгрызаться. Есть сеточка, ну и медведь начинает его грызть. Пройдет ли рут в этот раз? Да, проходит рут. Не смог он сделать тэп-аут. И тут ДК не будет тоже 70 секунд. За это время... Да, ГГ. Пишут ребята. Понятное дело, что 80 секунд без мейн-керри не получится играть. Ну и... Молодцы, Кисгейм. Молодцы. Потерпели. Дофармили то, что нужно. Пиксы реализовали на все 100%. Красавчики. Ну и получается у нас счет 1-1 по картам. По одному очку, по всей видимости, получают эти обе команды. И расходятся, я думаю, в нормальных таких настроениях каждый из игроков. Так, ну что... Я считаю, что тот, кто проиграл, уходит в хорошем настроении, когда можно было выиграть катку. Ну такое тоже. Ладно, в любом случае, у нас этот матч подходит к концу. Я передаю тут все управление товарищам Год Хантусам. Отправляюсь отдыхать. Давай, спасибо тебе, что подменил огромное. У меня тут вышла накладочка с расписанием. Но я сейчас смотрю, играют следующие ДТ против ХГТ. Игра их стартанет по расписанию через 20 минут, если я не ошибаюсь. Да, ну тащи, короче. Давайте. Всем-всем пока.